Сейчас снова Украина. В Харькове готовятся к вывозу обломков малазийского Боинга, собранных в Донецкой области. На экспертизу в Нидерланды их отправят автотранспортом. Самые крупные фрагменты распилят. Голландские специалисты утверждают, что забрали всё важное. Но, как убедились мои коллеги, на месте июльской катастрофы, которая унесла 298 жизней, остались части лайнера с характерными повреждениями. Что это может значить, попытался понять Тимур Сиразиев. Об этой находке нам сообщили местные жители. Сказали, что видели большую часть самолёта, обломок, на который есть следы от выстрелов. Где именно, не сказали, указали лишь район. Это пересохшее русло реки рядом с посёлком Грабово. Если идти вдоль него, можно найти немало частей разбившегося лайнера. Вот, обломок. Свою работу представители Голландии закончили ещё на прошлой неделе. В воскресенье они увезли всё, что собрали в Харьков. Среди найденных нами сегодня фрагментов немало таких, которые могли бы помочь в расследовании. Обломки Боинга на этом поле повсюду. Но, главное, оставшаяся часть лежит здесь. Это дверь от самолёта. Она уцелела, и на ней отчётливо видны следы поражающих элементов. Скорее всего, дверь лежала где-то в лесу. На ней засохшая листва. И сюда её перенесли спасатели, участвовавшие в поисковой операции. Разбросанные части самолёта видны с дороги. Специалисты из Голландии просто не могли их не заметить. Похожие отверстия можно найти и на других оставшихся частях самолёта. К примеру, вот дырка, достаточно маленькая. Рядом ещё одна часть лайнера, и на ней похожие следы. И если как следует поискать, то наверняка такие же отверстия можно найти и на других частях самолёта, которые до сих пор лежат в этом поле. Всё это может подтверждать версию, которую выдвинули эксперты Малайзии. Военные специалисты отмечают, что на фотографиях обломков самолёта есть повреждения различных типов. Фюзеляж испещрён как отверстиями рваного характера, скорее всего от осколков разорвавшейся ракеты, так и круглыми отверстиями, похожими на следы выстрелов из авиационной пушки. Эксперты сравнивают боеголовки ракет, которые используются на установках БУК-М1, и боеголовки ракет Р-60 класса «Воздух-воздух». По их мнению, малазийский лайнер сбила именно ракета «Воздух-воздух». Два самолёта видели и местные жители. Они нам представились, но ради их безопасности мы не показываем лица. Михаил в тот день был в поле, рядом с Грабова. Услышал звук летящего самолёта, посмотрел в небо. Самолёт вот так летел. Ну я ж не знал, не ожидал. Ну, летит, летит. Какой самолёт? Боевой, этот истребитель. А вы как узнали, что это истребитель? Я ж всё-таки в армии служил, знаю. А что дальше было? А? Дальше что было? Ну вот так раз и навстречу этому пассажирскому. Сравнивается, сразу так и бух! Раз! Его в двигатель сразу вспышка такая. То есть вы своими глазами видели, как один самолёт стрелял в другой самолёт? Да! Виктория была на работе, на элеваторе. Показывает место, где стояла, когда случилась трагедия. Там мы увидели вот этот падающий чёрный самолёт. Это был Боинг? Это был Боинг. А вот так вот летел к нему серебристый, маленький, наверное, военный самолётик. То есть вы в небе видели два самолёта? Да. Чёрный, который уже горел, дым с него шёл чёрный, и вот этот серебристый, маленький самолётик. А вот напарница со мной, она видела, что этот серебристый самолёт пролетел, что он развернулся и вернулся он назад. И стал пускать вот это светоотражатели, потому что стали вниз падать такие, какие-то серебристые эти полусочки. Со свидетелями встречались голландцы. Учтут ли показания очевидцев специалисты, занимающиеся установлением причин катастрофы? В так называемую объединённую группу по расследованию входят несколько стран. Но основную роль в ней играют Нидерланды и Украина. На месте крушения работали не авиаэксперты, а сотрудники голландской службы безопасности. То, как они собирали обломки, вызывает у профессионалов массу вопросов. На этих кадрах, по их просьбе, сотрудники МЧС из Донецка пытаются разрезать стойку шасси. После того, как это не удаётся, грузят её целиком. Лучше всего, конечно, обломки собирать в полном объёме, чтобы выкладывать макет уже где-то в каком-то определённом ангаре. Почему? Для того, чтобы получить наиболее реальную картину того, что произошло с данным воздушным судном. Действиями Нидерландов недовольны в Малайзии. Как сообщил российскому информационному агентству ТАСС, источник в Куала-Лумпуре, малайзийских экспертов практически отстранили от участия в работах на месте катастрофы. И голландские специалисты самостоятельно провели сбор обломков лайнера. Такую ситуацию в Малайзии объясняют тем, что Куала-Лумпур не спешит с выводами о причинах катастрофы и отказывается обвинять кого бы то ни было до окончания работы следователей. Симур Саразиев, Евгений Сысоев, Анна Заякина, Первый канал, Донецк.